Зимнее утро Дай посмотрю, что там творится Зашло во всем своем лучезарном великолепии Туман, слишком застенчивый и робкий Для такого блестящего общества В испуге бежал прочь Солнце заглядывало в окна домов Маленького вильчерского селения Расположенного на расстоянии хорошей прогулки От старого города Цолсбери Оно играло на медной дверной дощечке Оповещавшей о том, что здесь Под этим мирным кровом Обитает достопочтенный мистер Пексниф Архитектор и землемер Кто в вильчере и его окрестностях Не знал мистера Пекснифа Человека самого примерного поведения Набитого правилами добродетели Не хуже любой прописи Правда, некоторые сравнивали его С придорожным столбом Который только показывал другим дорогу А сам туда не идет Но это были враги Так сказать, тень бегущая от света Вот и все Вот и все Профессиональные занятия Мистера Пекснифа Сводились к тому, что он держал учеников А таланты мистера Пекснифа Состояли в удивительном умении Расставлять сети Богатым родителям и опекунам Совсем недавно Последний ученик мистера Пекснифа Оставил этот гостеприимный кров На прощание отнюдь нелестно Высказавшись по адресу своего Дорогого учителя Ну, тише, тише Слышите? Это поют дочери мистера Пекснифа Чарити и Мерси Он нежно на меня глядел Он душу мне теплом согрел Мерси? Словно мне сказать хотел Нет, нет, это очень резко Словно мне сказать хотел Будь снова как дитя Будь снова как дитя Мерси, я прошу вас быть повнимательнее А вы не мешайте мне Три, четыре Зеленый лес мне песню пел Листвою шелестя Он нежно на меня глядел Значительно лучше Он душу мне теплом согрел Словно мне сказать хотел Будь снова как дитя Будь снова как дитя Мерси, черри Мерси, черри Мне опять посчастливилось достигнуть цели У нас в доме скоро появится Кто? Что? Новый ученик Ученик? Да, очень скоро Молодой человек И он хорош с собой Фея, глупышка Мерси Спросите лучше, сколько он будет платить вам Ах, боже мой, черри Какая он корыстная Хитрая, гадкая девчонка Да, он молод Молод? Да, и кажется, не дурен с собой Ах, папа Наш новый жилец Кто же это? Вы, вероятно, помните его Молодой Мартин Чезлвид Мартин Чезлвид Ну да, Мартин Чезлвид Внук старого Мартина Чезлвид Моего двоюродного брата Внук Чезлвид Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленные уплаты денег Но, папа, старый Чезлвид так богат А внук его единственный наследник Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие Да, вы так думаете К чему это постоянно рассчитывать Строить какие-то планы Мне противны эти хитрости Да Молодой человек поссорился со своим дедушкой И выразил желание поселиться у меня Я готов оказать ему покровительство И он найдет приют в этих скромных стенах В этих скромных стенах? Вот и все Я понимаю Стучат Стучат Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Мистер Пекслик у себя? Да-да, мистер Пекслик у себя Неужели Мартин? О! Ну да, это он Это он Боже мой, Мартин, дорогой Я не ждал вас так скоро Но я рад Я очень-очень рад Здравствуйте, мистер Пекслик Вот Мартин Это мои дочери Мерси Очень приятно И Чарли Добрый день, сэр Здравствуйте Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли? Признаться, нет, сэр Ведь мы не видали с тех пор, как детьми играли вместе Да Да Ох, эти прискорбные семейные разногласия Я рад приветствовать моих милых родственниц Я вам не помешал? О, нет Что вы Нет, нет Мои милые К чему краснеть, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну Ну Ахахаха Мерси Три Четыре Зеленый лес Мне песню пел Листою шелестя Он нежно на меня глядел Как поют Он душу мне теплом согрел Прелестно Словно мне сказать хотел Будь снова, как дитя Будь снова, как дитя Прелестно Прелестно Ну что ж, Мартин Теперь пойдемте Я покажу вам вашу комнату Прошу вас сюда Вот так Вот сюда Вот Здесь Вы будете творить Мой дорогой Я предложил бы вам Для начала Представить мне проект Ну Скажем Хотя бы Колодца Колодца Ну да Ну или Какого-нибудь Изящного Шлагбаума Или Уличного фонаря Уличный фонарь Он, знаете Возвышает душу В классическом направлении Если вам угодно Мистер Пекснев Погодите Не начертит ли вам план Начальной школы Благодарю вас Мистер Пекснев Ну вот Пап Это Марк Тепли Марк Тепли Слуга из деревенской гостиницы Синий дракон Простите, сэр Простите, сэр За беспокойство Но моя хозяйка Миссис Любин Совсем потеряла голову То есть Как Потеряла голову Ах да Потеряла голову Ну да Ну да А что же там Собственно Произошло Видели, сэр К нам недавно Прибыл один старый джентльмен С молоденькой леди Должно быть С внучкой В дороге Старый джентльмен Расхворался И теперь ему Очень худо, сэр Совсем худо Вот миссис Любин И просит вас Прийти утешить Страждущую душу Тем более Что сейчас В Вилчере Нет ни аптекаря Ни его преподобия На всякий случай В слову Вся надежда Только на вас Ага Ну что же, Марк Ступайте Да И скажите Миссис Любин Да Что я сейчас приду Благодарю вас, сэр Я приду Я приду из сочувствия К больным И страждущим Разумеется, сэр Это мой долг Ну, конечно, сэр Благослови вас Бог Отлично, сэр Я так и передам Миссис Любин Миссис Любин Миссис Любин Мистер Пекстов Сказал, что скоро будет О, спасибо, Марк Спасибо Мисс Мэри Да Мисс Мэри Мистер Пекстов Обещал прийти Очень хорошо О, должно быть, мисс Вы очень беспокоились За своего дедушку Да, миссис Любин Сегодня я сильно тревожилась Но он Он мне не дедушка Простите Я хотела сказать Отец И не отец О Нет, нет И не муж О Что же Мы с ним чужие Просто он взял меня на воспитание Вы звали меня, мистер Чезлит Нет, нет Нет, нет Я не звал Я не звал А почему вы Спрашиваете А Ну, а чего вы там Стоите Мэри Будто у меня чума Вот все меня боятся Даже Даже она Ой Ой, это проклятие какое Ну, успокойтесь, суд Вы просто забыли на минутку Что вас окружают друзья А неужели я без вас не знаю Кто мне друг А кто враг Ну, по крайней мере Эта молодая леди Вам друг Я уверена Да, да А у нее нет оснований Быть мне врагом Думаю, что друг А бог ее знает Ну, вот что Дайте-ка я Усну Ступайте Мэри Ступайте в свою комнату Я хочу побыть один Вы позвоните мне, мистер Чезлит Если я вам понадобится Хорошо, хорошо Ступайте, ступайте Хорошо, хорошо Идемте Ой, ой 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 Проходите, пожалуйста Мистер Пекснер Благодарю вас Осторожно Здесь ступенька Да, да Я вижу Спасибо Он, кажется Уснул Мэри Мэри Я же сказал Что хочу Побыть один Что? Что это? Кого я вижу? Вот наказание Ну, с кем вы там шепчете С Мэри Мартин Чезлит Да Я Мартин Чезлит Я желаю, чтобы вас повесили А то ходите Тут И мешаете Спать Ха-ха-ха Да это Пексниш Я этого молодчика Даже во сне видел Что вам нужно Зачем вы пришли Любезный кузен Говорите коротко Что вам нужно Я хочу спать Любезный кузен Я пришел сюда Чтобы оказать услугу Незнакомцу И я не знал Что этот незнакомец Вы Я не нуждаюсь Не в всех услугах А, я вижу вам лучше Страдания оставили вас Я этому рад Но Я не могу Не воспользоваться Столь удивительным случаем Который дал мне возможность Повидать вас Я готов забыть себя Но я действую В интересах другого А Кого? Сэр Вам не подобает Забывать Вашего внука О Моего Моего внука Который нашел приют В моем доме В вашем доме? Это не годится Сэр Вы должны позаботиться О молодом человеке Ой Так значит Этот вероломный мальчишка Избрал его Своим орудием Против меня О О Вы молчите Сэр Вы потрясены О Я знал Какое у вас сердце Вот что Сэр Вы вполне Бескорыстно Бескорыстно Заступились За моего внука Вы оказываете Ему поддержку А вы знаете Что он уже Выбрал себе Подругу жизни Мою воспитанницу Мэри И против Моей воли Что 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 вы говорите Сэр Я так и думал Что он скрыл Это от вас О Это превосходит Всякое вероятие Как И я допустил К себе В дом Змея Обручившегося Тайна О Да сто Уважаемый Сэр Благодарю вас Теперь Я знаю Что я должен Делать Что Я немедленно Очищу Мой дом От скверы От От Все В свое Время Будем Считать Что Это Уже Сделано Да 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 Сэр Прощайте Мартин Бедный Мартин Кто Это Мэри Зеленый лес мне песню пел, Листвую шелестя. Мартин, где вы там? Он нежно на меня глядел. Идите сюда, Мартин, что вы там делаете? Мерси, моя милая. Он совсем скружил тебе голову. Дурочка. Знаешь, дорогая, я и сама этого боюсь. Он так мил со мной. Ты так думаешь? Да. Хорошо тебе, что ты можешь быть совершенно спокойна. К тебе не пристают эти противные мужчины. Да. Как ты это делаешь, Черри? Ну, моя милая, я бы никак не сказала, что мистер Мартин пристает к тебе. Мне кажется, совсем наоборот. Оставьте меня в покое. Нет, вы меня оставьте в покое. Тише. Тише. Кто-то идет. Кто-то идет. Ах, это па. Это па. Вы уже вернулись, па. Да. Как испортилась погода, мои дорогие. Дождь и ветер. А утро было такое прекрасное. Где Мартин? Есть, мистер. Добрый вечер. Мерси, дорогая. Помешайте в камине. Хорошо. Па. Вы не промокли? На дворе такой дождь. И вы гребете залу, мерси, дитя мое. Слушайся, па. Я уже начал думать над проектом, сэр. Мне кажется, что... Черри, душа моя, налейте мне чаю. Пожалуйста, па. Мистер Пекснев, будьте добры. Объясните, что означает ваше обращение со мной. Отличные сухарики. Черри. Отлично, благодарю вас. Пожалуйста, па. Мистер Пекснев, пожалуйста, потрудитесь мне ответить. Я поговорю с вами, сударь, в скором времени. Вы очень любезны, сударь, но в скором времени мне не подходит. Говорите сейчас. Что такое? Вы угрожаете мне, сударь? О, это так похоже на вас. Дальше, сударь. Вы обманули вашего благодетеля и отца. Вы обманули меня. Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает. Он отрекается от меня, лживый, подлый, виляющий хвостом пёс, лицемер. Так, значит, правда все то, что мне говорили о вас. Оставьте мой дом, сударь. Ах, неужели вы думаете, что я останусь здесь хотя бы минуту? Негодяй! Мерс, неплохо. Магоксвеллский лес прекрасен, там чудный есть лужок. Гулять там любит Энни, мой миленький дружок. Ах, как она мила, могу ли ее забыть? Марк. Да, миссис Любин. О, Марк. Да. Ничего. Я покалялся крошке Энни всю жизнь, ей верным быть. Запретить дверь на засов. Слушаю, миссис Любин. Уже поздно. Угу. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, миссис. Доброй ночи. Доброй ночи. Нет, нет, подождите. Да, миссис Любин. Вы, вы все-таки покидаете нас, Марк? А что же мне остается делать, миссис Любин? Приходится. Я не поседа, люблю перемен. А я думала... Что? Ну, я думала, что вы, ну, что вы более, ну, более привязаны... Миссис Любин. К дракону. Кто это? Так поздно. Семь минуты, сэр. Пожалуйста, сэр. Сядьте ближе к огню, сэр. Вы промокли, сэр? Хм. Ха-ха-ха. Ну и погодка, а. Дождь льет, как из ведра, сэр. Да, погода неважная. Совершенно верно. Неважная погода, сэр. Любите музыку, сэр? Я так и предполагал. Эх, сэр. Вот я знавал музыканта Неда. Кондуктора скорого, солсберийского дилежанса. Ах, сэр. Ах. Вот это был мастер играть. Как он играл, сэр. Как он играл. Он что, умер? Нед? Да. Ха-ха-ха. Как бы не так. Нет, сэр. Нед уехал в Америку. Куда? Куда? В Америку. В Америку? В Америку. Ну и что же? Он высадился на Америк без гроша в кармане. Ему в Соединенных Штатах, конечно, очень обрадовались. Ну а дальше, дальше? Дальше, Нед писал домой, что все время распевает с приятелями Здравствуй, Колумбия, да собирается пересчитать президенту ребра. Но как бы там ни было, сэр, а капитал он все-таки нажил. Не может быть. Нажил. Больше того, тут же все потерял, когда разом лопнуло сразу двадцать шесть банков, сэр. Ну, я думаю. Да. Со мной бы этого не произошло. Прощайте. Куда же вы, сэр? В такую погоду. Нет, нет, прощайте. Переночуйте в драконе, сэр. Нет, нет, я тороплюсь. Куда? В Лондон. В Лондон? Пешком? В такую погоду. Бедняга. Какое сегодня число? Денег нет. Денег нет. Продам часы. Какой сегодня день? Где же взять денег? Где же взять денег? Где же взять денег? Заложу одежду. . Да. Даже самый мстительный враг был бы доволен размерами несчастья, свалившихся на Мартинах. Без денег, без друзей бродил он по Лондону, тщетно пытаясь устроиться на корабль, совершающий рейсы в Америку. Мартин готов был выполнять любую работу за бесплатный проезд, но капитаны не брали его. Между тем он твердо решил не возвращаться к деду, а отправиться искать счастье в страну свободы, о которой рассказывают чудеса. Уже половина его гардероба перешла к закладчику. Положение становилось отчаянным, а никаких перемен к лучшему не предвиделось. И вот однажды вечером, когда Мартин вернулся в свою коморку в длинном трактире, хозяин передал ему письмо. Письмо? Мне? Да, в самом деле. Что это? Деньги? Боже мой! Боже мой! Целое богатство! Боже мой! Сколько тут? Сколько тут? 20 фунтов! 20 фунтов! Ура! Но кто же их прислал? Кто же их прислал? Эх, да кто бы то ни было, все равно. Завтра же покупаю билет на пароход, и я еще совершу великие подвиги в этой Америке. Не сочтите задерзость, сэр. Хотя, с виду оно и похоже, не так ли, сэр? Ваш слуга, сэр. Благодарю вас. Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр. Благодарю вас, но я... Марк Тепли, сэр. Марк Тепли. Тот самый, что служил в драконе. Помните? Ну да, конечно, 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 я вспомню. Благодарю вас, сэр. Конечно. А как же вы сюда попали? Прямо по коридору, а потом вверх по лестнице, сэр. Нет, я хочу сказать, как вы меня разыскали. А, очень просто, сэр. Раза два я вас встретил на улице, а сейчас я шел за вами почти до самого порога, сэр. А что же вы делаете в Лондоне? Ровно ничего. То есть, как это... Да, ищу место, сэр. Ах, мне вас очень жаль. К одинокому джентльмену. Более желательно к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное. За жалованием я не гоню, сэр. Нет, если вы имеете в виду меня... Да. Вас. Вас, сэр. Только вас. Ну, тогда вы сами можете судить, есть ли у меня средства содержать слугу. Господь с вами, сэр. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся. Еще тогда, когда я увидел вас в драконе, я это понял, сэр. Так вот, что я к вашим услугам, сэр. Но я уезжаю в Америку. Отлично, сэр. Судя по тому, что я слышал, думается, Америка самое подходящее для меня место. Там-то и быть веселым, сэр. Да? Люблю всякие приключения, сэр. И хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, где всякий другой упал бы духом, сэр. Там не придется падать духом, Марк. Не сомневаюсь, сэр, что вы так же легко промьете себе дорогу, как гвоздь проливает трухлявое дерево, сэр. Вы так думаете, Марк? Пойдем, сэр. Постойте-ка, постойте. Да, сэр? Постойте-ка, скажите-ка мне правду, Марк. Вам ничего не известно? Вот об этом пакете, а? Об этом пакете? Нет. А что, сэр? Да нет, ничего. Вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать? Ну вот что, Тепли. Я беру вас и расскажу вам свою историю. Садитесь. Я весь внимание, сэр. Видите ли, Тепли, мои родители давно умерли, я их почти не знал. Меня воспитывал дедушка. И дедушка воспитывал еще одну сироту. Это самая красивая девушка, какая только живет под солнцем. Мы полюбили друг друга и хотели пожениться. А дедушка сказал, что он этого не допустит и женит меня по собственному усмотрению. А я ему сказал на это, что могу жениться и сам, Дазар. И не желаю, чтобы он продавал меня с аукциона неизвестно кому. Ну, в общем, дедушка потребовал, чтобы я отказался от нее. Не то он откажется от меня. Ну, тем дело и кончилось. И вот я здесь. Право же, сэр. Всякий джентльмен мог бы гордиться такой невестой, как мисс Мэри. Откуда вы ее знаете, Марк? Она была у нас в драконе вместе с вашим дедушкой. Я это узнал потом, сэр. После того, как вы ушли от нас. Тогда ночью, помните? Она была вилчей. Ну, да. Тогда она немножко приуныла и была бледнее, чем следовала. Но мне кажется, она поправилась после того, как приехала в Лондон. Вы хотите сказать, что она сейчас в Лондоне? Ну, разумеется. И вы знаете, где? Конечно, знаю, сэр. Марка, Марка, сумеете ли вы тайком передать ей мое письмо? Еще вас, сэр. Садитесь и пишите. Валяйте, сэр. И поживей, понежней, пожалуйста, чтобы было поубедительнее. Ручаюсь вам, сэр, чтобы завтра вы увидите с нею. Не послезавтра, сэр. Завтра. Ровно восемь. Какой дождь. Она должна уже быть. Вот. Вот она. Наконец-то. Мэри. 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 Радость моя. Мэри. Дорогой Мартин. Мэри. 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 Если вы хоть сколько-нибудь переменились, то только к лучшему, голубка. А вы, милый Мартин, кажетесь мне более встревоженным, чем раньше. Вам было тяжело, я знаю. Но разве хоть на минуту я забывала о вас? Мэри. Моя Мэри. Мартин. Мэри. Мэри. У нас мало времени. А я должен вам многое сказать. Мэри. Я... Я сегодня уезжаю. Уезжай, иди. Куда? Всего лишь в Америку. Ах! В Америку? Мартин. Дорогой. Ведь это же так далеко за океаном. Болезни нужда везде тяжелы. Но в чужой стране их особенно тяжело терпеть. Время пролетит незаметно, голубка. О, да. Незаметно. Оно полетит, как на крыльях. Я могу все перенести. Но главное для меня, чтобы вы были спокойны, Мэри. Вы добры, великодушны и смелы, дорогой Мартин. Возьмите на память это кольцо. Нет, нет, Мэри. Возьмите, возьмите. На память обо мне. И прощайте. Я должна идти. Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес. КОНЕЦ Корабль Винт Плыл среди океана, Унося с собой Мартина и Марка К далеким берегам Америки. На судне стоял звон бьющихся стекол и фаянса. Оторвавшиеся бочонки и несколько дюжин беглых бутылок Портера весело прыгали и грохотали на палубе. А пассажиры почти все изнемогали от качки и морской болезни. Марк не раз твердил про себя, что на корабле куда труднее быть веселым, чем в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише, а еще через две недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров с корабля, быстро шел по красивой бухте. Скоро Мартин и Марк увидели возвышенность, острова и длинный раскинувшийся город. Америка. Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы. Ибо накануне был избран член муниципалитета, а так как по случаю такого радостного события эти политические страсти разгорались особенно сильно, то друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы непогрешимости выборов и свободы убеждений, в знак чего переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента мальчишки-газетчики разнесли по городу. Они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на катер. Сэр, дальше не будет. Скандалист, 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 разоблачение, убийство завершенного им в возрасте трех лет. Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен. Где? Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр? Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас видов. Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество? Вы спрашиваете меня, сэр? Да, вас. Не знаю права, что сказать. Я еще не был на берегу. Ваша фамилия, сэр? Мартин Чезвит. Сколько вам лет? Двадцать. Так, так. Англичанин? Да. Куда вы направляетесь, сэр? Я еще и сам ничего не знаю. Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста. Очень приятно, сэр. Эта газета, как вам, надеюсь, известно, является органом аристократии в этом городе. Ах, так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит? Ну, из разума, добродетели, а также из необходимого к ним добавления. Из долларов, сэр. Так вот, мистер... Ченслит. Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Паукинса. Очень признателен вам, сэр. Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Паукинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. Он развлекался тем, что попеременно плевал то в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке. Воздух в комнате был чрезвычайно накален и удушлив. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать. А, вот и майор Паукинс. Как поживаете, майор? Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему. Очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилась наша страна? Да, право же, я еще так мало здесь пробыл, что... Здесь вы узнаете, что такое свет солнца. Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит. Да? Не думаю. Майор Паукинс один из самых замечательных людей нашей страны, сэр. Да. А, я очень рад. А, вот и Джефферсон Брик. Мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик. Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр? Да, как вам сказать? Очень рад. Да ничего себе, понравилась. Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр? Увы, нет. Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа, Европа трепещет перед именем Джефферсона Брикаса. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но, читайте, читайте, нью-йоркский скандалист. Я просмотрел вашу газету еще на катере и должен сказать, уж очень много намеков на личности. Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится. Ну, если судить по этому номеру, сотни тысяч людей, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится. Ну, и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя прессы, сэр. Бывает, что они бунтуют. Бывает, бывает. Ну, а вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан. Что является одним из заблагораживающих установлений нашей страны. Так же, как и рабство негров. Совершенно верно! Скажите, скажите, часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается, не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас, подлогами. Например, подделкой писем, как вот в этом номере. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ну, что же, сэр? Занимается время от времени. Ха-ха-ха-ха! Ну, а руководимые? Как они поступают в таком случае? Ха-ха-ха-ха! Покупают газеты. Ха-ха-ха-ха! Мы ловкий народ, и умеем ценить ловкость. Ха-ха-ха-ха-ха! Разве подлог? Значит, по-американски ловкость? В это время зазвонил колокол, приглашая к обеду. Комната стала быстро наполняться народом, и все, толкаясь, поспешно усели за стол. Почему все так торопились, Мартин не мог понять. 18 долларов, то не стоит 14. А если уже 14 долларов берете, тогда имеете доллар. А разговор за столом, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову. Доллары. Только один человек за столом, темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец приветливо улыбаясь, обратился к Мартину. Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетти, а в Нью-Йорке я проездок. Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлит, Мартин Чезлит. И в Америку прибыл тоже только сегодня. Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас, как вам понравился полковник. Полковник? Да. Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях. Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность. Возможно ли это, дорогой сэр? Да, да. В таком случае я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили. Да нет. Били. Раза два. Ну я рад это услышать. Люди, подобные полковнику на поверхности, их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетелей. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй свифт, его затравили бы. Когда я в нагорь пришел с отцом, там был отвар, ты будешь он методом, толпа в руку сталься. Наверное, это мой слуга прибыл с багажом. Ах, вот как. Он пока же тут... Ну так и есть. И в бой и в бой и в веселый янки тут... Марк, Марк, я уж начал беспокоиться, как бы вы не пропали. Нет, нет, сэр, все в порядке, все в порядке, сэр. Да здравствует свобода! Ура, сэр! Янки-дудль-пири. Тише, тише, не валяйте дуракам, Марк. Сэр, Господь с вами, в этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот отчего все происходит. Янки-дудль-пири. Ваш слуга честный малый, мистер Чеслиц. Благодарю вас, сэр. Он слишком откровенно высказывает свое мнение. И может за это попасть в беду. Да-да. Марк, вы слышите? Я слышу, сэр. Ну, несите багаж в мою комнату. Я сейчас туда приду. Отлично, сэр. А янки-дудль впереди, он покажет увудель. Ты слепой и в бой иди, веселый я в беду. Скажите, сэр, архитектор не найдет себе применение в Америке? Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании. Стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору... Именно так я и предполагал сделать. Ну, вот видите. Обратитесь к Чоку со советом. Где вам лучше всего поселиться? Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Сделать, чтобы стал он трезвым В лодку сейчас мы его положим В лодку сейчас мы его положим В лодку сейчас мы его положим Пусть его обдует Нет, нам придумать надо Нет, нам придумать надо Нет, нам придумать надо Что-нибудь получше Значит, Марк Вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком? Да, сэр, очень даже рад Разве вам не было там весело, Марк? Наоборот, сэр, весело Этот джентльмен, что сидит напротив Так рассматривает нас Будто мы необыкновенные люди А какие-нибудь заморские чудовища Не обращайте внимания, сэр Здесь, в Америке Джентльмен не очень-то церемонится И делает, что хотят Сбросьте его в водосточный жёлоб Сбросьте его в водосточный жёлоб Сбросьте его в водосточный жёлоб Сбросьте вместе с трубкой Нет, это тоже плохо, нет Это тоже плохо, нет Нам придумать надо Что-нибудь получше Пусть на канате плывёт за бортом Пусть на канате плывёт за бортом Пусть на канате плывёт за бортом Там он протрезвится Гиб, гиб, ура, согласный Гиб, гиб, ура, согласный Гиб, гиб, ура, согласный Это нам подходит Что вы думаете о нашем будущем, Марк? Что я думаю о нашем будущем? Что вы думаете о нашем будущем? Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр Лучше не придумаешь название для места, где поселиться Эдем, а? Эдем Эдем А ещё говорят, там уйма змей Значит, всё как полагается Кто это вам сказал? Один военный офицер Что вы смеетесь? Пойдите к чёрту, Марк Только рассмешили Какой офицер? Военный Какие змей? А между тем, это факт Что? Прискорбная истина Так и я заговорил Что вы говорите, сэр? Да, там до чёрта всяких гадов А мы собираемся приобрести там участок земли Ну, о, но место, место красивое и здоровое, смею вас уверить, сэр Да, мы собирались приобрести там участок земли Но ещё не решили этого окончательно А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр Смею вас уверить Видите ли, сэр Мы хотим ещё посоветоваться с одним джентльменом Вот к нему-то мы сейчас и едем А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете Генерал Чок Кто? Генерал Чок Генерал Чок Безидно Чок Чёрт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами Это я Не может быть К вашим услугам, сэр В самом деле нам повезло, Марк Я очень рад, очень рад, генерал Да, у меня к вам письмо от мистера Бивина Мистера Бивина? Ах, мистера Бивина, боже мой, мистера Бивина, как я рад, как я рад Мистер Бивина, мой дорогой генерал Рекомендую молодого архитектора Так, значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме? Эдем Эдем подойдёт вам как нельзя лучше, сэр В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании Ага Пайщиком? Но мистер Бивин мне этого не говорил А мистер Бивин и не мог этого знать Я вступил в общество буквально на днях Давайте деньги, сэр Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани Который продаётся совсем недорого Я дам вам сведения Вот, лучший участок в Эдеме Отличный участок, сэр У самой пристани Давайте деньги, сэр Давайте Он продаётся совсем недорого За него следовало бы повысить цену Но ради моего друга Эммм... Бивина Я сделаю вам исключение Давайте деньги, сэр О-о-о-о-о-о-о... Эдем оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок Какая это была унылая болотистая долина Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад Так затянуло илом и перепутанной травой Это отвратительное болото, именуемое Эдемом Кое-где видны были попытки расчистить его И намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами Маиса Но работы не были доведены до конца Зловонные испарения, горячие, одуряющие Поднимались от земли и стояли в воздух В поселке было пустынно Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке Марк, жизнерадостный и бодрый как никогда Самоотверженно ухаживал за ним Что делать нам с этим пьяным Димом, спящим на канатах? Да, что-то делать надо, чтобы стал он трезвым. Ах, ах, сэр, Марк, я здесь, сэр. Марк, чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Что я такое сделал? Сэр, сэр, что вы, что вы, сэр, что вы. Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр. Одно только хорошо, сэр, это то, что Эдем, Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь два-три этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились, и будут орать хоть умеет. Ах, 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 удивительные люди. Ага. Вот один уж тут как тут. Так и есть. Ганнибал Чолоб, сэр. Марк! Не пускайте его! Не пускайте его, Марк! Успокойтесь, сэр, он и спрашивать не станет. Сам войдет. Ну, мистер Тепли, как поживаете? Очень недурно, сэр. Ах! Это должно быть мистер Чазлот. Ах! 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 Тьфу! Ах! Да вы не беспокойтесь, не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет. Я думаю больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть. Ах! Ах! Я могу рассчитать расстояние с точностью до одного метра. Ах! Ах! Ну, как вам нравится? Ваша страна совсем не нравится. Ах! Ах! Меня это ничего не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе. Я полагаю, сэр, телу так же не мешает подготовка. Особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр. У вас чертовски длинный язык, сэр. Благодарю за комплимент, сэр. С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас. То вы говорите, сэр, это очень лестно. Вы скажите спасибо, что я скоро уезжаю и мне неохота возиться с вами. В самом деле, сэр. Нас надо уважать, сэр. Конечно. Мы пример для всего земного шара. Еще бы, сэр. Нас надо уважать, а не то мы ощетинемся и зарычим. Разве же я был непочтительным, сэр. Я и не за то всаживал пули. И не за то мы линчевали. Марк, Марк, где вы? Где вы, Марк? Ну, я пошел. И помните, берегитесь. Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел. Так пусть колеблются перед нами И смешиваются тени далеких предметов, Принимая фантастические очертания В неверном свете ничем не стесненной мысли. И пусть наше бледное повествование Быстро переменит место действия И перенесется снова в Англию В гостиницу «Синий дракон». Миссис Льюпин Сидела одна В маленькой булетке Сильный ливень Сильный ливень прибил к земле Нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, Как плачущие листья дрожат И жмутся к окну И настойчиво стучат, Стучат в него, Словно просят укрыть их От бурной ночи. Миссис Льюпин Глядела в низкое решачатое окно Боже мой, боже мой! Боже мой, какая ночь! Какая страшная ночь! Каково ты сейчас тем, У кого нет теплого очага! Стучат! Нет! Нет, это ветка! Ох! Где теперь Марк? Где ты теперь, Марк? Прошу! Пожалуйста, входите, судорожник! Ну, снимите ваш плащ и шляпу! Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу! Нет, шляпа мне не мешает и плащ тоже мне не мешает! Ну, тогда садитесь к огню! Вам нужно обсушиться! А то ведь погода, так можно простудиться насмерть! Ха-ха-ха-ха! Ну, меня-то не так легко уморить, судорожник! Иначе я бы давным-давно помер! Ха-ха-ха-ха! Как у вас называется этот дом, а? Дом, а? Ха-ха-ха-ха! Да, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Тепли. Тепли? Да, Марк Тепли, сударыня. Марк Тепли? Да, Марк Тепли. О! О, сударь! Уже... Уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию. О! Куда же он уехал, сударыня? В Америку! В Америку! Жив ли он? Что с ним? Никто не знает! Он написал только один раз, и вот уже год, как от него не отвезти. Ха-ха! Не отвезти, да? Не отвезти. Не отвезти? Не отвезти. Не отвезти. Не отвезти. Дорогая. Милая. Марк! Может ли это быть? Марк! Так это он! Ой, Марк! Это вы! А вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде. Ой, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу. Так закутались в этот матросской плащик. Дорогая. Милая. Марк, подождите. Постойте. А где же ваш хозяин? Хозяин? Что такое? Будь я проклят, судародя, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр. Входите смело. Здесь никого посторонних нет. Входите, сэр. Мартин! Мартин! Дорогая миссис Лью! Мартин! Здравствуйте, дорогая миссис Лью! Здравствуйте, Мартин! Дорогая миссис Лью! Как я рада! Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего трудного пути. О, как я этому рада сказать не могу, сэр. Боже мой, боже мой. Да вы же насквозь промокли. Ничего. Нет, нет, нет. Садитесь, садитесь сюда. Садитесь. Ближе к огню. Вот так. Ну что же. Да, я сейчас вам подам ужин. Нет, 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 нет. Нет, 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 дорогая мисс Лью! Сначала расскажите нам, какие здесь новости. Новости? Вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли. Боже мой. Какие перемены? Мэри? Аня, не беспокойтесь. Она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете. Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер? Миссис Лью. Дедушка! Ну говорите же скорей. Нет, нет, нет. Все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой. Что-то. Что с ним? Он поселился у мистера Пекснифа. У кого? Пекснифа? Пекснифа. Просто удивительно. Пексниф. Ну что, что? Ну говорите скорей, дорогая мисс Льюпин. Ну что, Пексниф? Ваш дедушка очень постарел. Ну, стал податлив. И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу. Ну, а Пексниф... Ну что же, Пексниф? Да вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пексниф, он задумал... Что? Ну, задумал жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке. Как? Что? Что вы сказали? Да, да, сэр. Вы слышали, Марк? Еще бы. Дайте мне плащ! Вот плащ, сэр. Сэр, сэр, куда вы? Дедушка, дедушка! Нет, молодой человек, нет. Нет, разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр. Пустите, пустите меня! Отойдите в сторону, Пексниф. Дедушка! Дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то так глубоко. Дедушка, дедушка! Да, это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии. Дедушка! Дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял. Бесточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг. Подумать о вас? Да, да, сэр. Подумать о вас. А я уже подумал. Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться. Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем, ослевив меня блеском своего милосердия? Благородный сэр. Прочь! Прочь, негодяй! А ты, Мартин, подойди ко мне. Дорогой мой! Дедушка! Как мог ты бежать от меня к нему? Дедушка! Я хотел дать тебе урок, но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пексниф тебя прогонит. Но я плохо знал свое дитя. Дедушка! 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 Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебя навстречу. Но я следил за тобой. Когда ты был в Лондоне, я знал, что ты в нужде и послал тебе деньги. Так это... Так это были вы! Вы! Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку. Теперь все прошло. Все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой мальчик. Дедушка! Мартин! Мартин! Мэри! Мэри! Вы вернулись? Мэри! Да! Мартин! Вернулся, голубка! Мартин! Вы обманули меня! Вы все обманули меня! Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр? Ах! Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я б этого не сделал! Идемте отсюда! Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью! Идемте! О чем вы думаете, Марк? А? Я думаю... Да! О чем? Я думаю... Вот, если бы я был художником, если бы меня попросили нарисовать... Кого? Кого, интересно? Нарисовать... Американского орла. То как бы я за это дело взялся? Ну... Ну, вы, наверное, постарались бы нарисовать его как можно более похожим на орла. Нет, не совсем так. Я думаю, это не подходит. Это не годится. Я нарисовал бы его... Я нарисовал бы его похожим на летучую мышь с лепотой, на петуха хвостовством, на павлина тщеславием и на страуса тем, что он прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит, а? Интересно. Да. Вот ведь он как его видит. Так, что он думает... Что никто его не видит. Он думает, что никто его не видит. Думает, что его никто не видит. Думает, что его никто не видит. Вот какой он свидок. Нет нам придумать надо, нет, Нам придумать надо что-нибудь получше. Пусть на канате плывет за бортом, Там он протрезвится. Гип, гип, ура согласный, гип, гип, ура согласный, Гип, гип, ура согласный, это нам подходит.